Девушки отдыхают Девушки отдыхают В Череповце хозяева льда уже в первом периоде сполна ощутили на себе мощь авангарда, уступая к 16-й минуте 0-3. Разгром северстали начал Максим Тальбо, удачно подставивший клюшку на пятачке. 1-0. За пять минут до первого перерыва разницу в счете увеличивает Сергей Широков, которого забыли прямо у ворот. Эпизод с третьим голым сутем пришлось просматривать на предмет положения вне игры. В итоге выяснилось, что он с Эльгалимов все сделал чисто. 3-0. В концовке периода Череповчанам удалось немного сбить наступательный темп о мячей, и Иван Захарчук распечатал ворота Игоря Бабкова. Но уже в самом начале третьего периода Артем Манукян восстановил преимущество омской команды в три шайбы. Наш десятый номер из-под защитника отправил в сетку свою вторую шайбу в двух матчах подряд. 4-1. Фурх уехал на скамейку запасных, но спустя 7 минут вернулся на свой пост, так как заменивший его Магарилов получил травму. Такого преимущества для нашей победы оказалось более чем достаточно. Авангард одерживает третью викторию подряд и выходит в лидеры Восточной конференции, а специальная комиссия КХЛ называет Игоря Бабкова лучшим в лиге вратарем первой игровой недели. Мы уже рассказывали о ноу-хау Боба Харпи, переходящей шапке, которая после каждого матча достается его лучшему игроку. Автор хит-трика Гордихова в игре против московского «Динамо» Ансель Галимов по итогам встречи с череповчанами передал эту шапку или, если хотите, своеобразную хоккейную корону Артему Манукяну. А вообще сама атмосфера в раздевалке ястребов говорит о рецепте их побед больше, чем любые аналитические умозаключения. Здорово провели выездную серию, теперь возвращаемся домой, так что там нужно продолжать, завтра выходной. Хороший блокшот, хороший гол, Манукя, тащи! Матчем с нефтехимиком «Авангард» дебютировал на новой арене в Балашихе, которой в этом сезоне предстоит встать для ястребов домашним. Кроме того, эта игра стала дебютной в составе «Авангарда» для двух именитых новичков – Криса Верстига и Алексея Емеля. На стартовую игру серии трибуны оказались практически заполнены и подгоняемые ими хозяева с первых минут принялись прессовать нижнекамцев в их зоне. Однако голы зрители увидели лишь после перерыва. Кирилл Семенов вошел в историю, став автором первой шайбы «Авангарда» на новой домашней арене. Нападающий добил отскочившую от ежого шайбу после массированной атаки хозяев. 1-0. Нефтехимикс до васа не собирался. Необязательное удаление от Альбо. Бабков не смог отбить в подправленную по рядинам шайбу и вот уже 1-1. А вот следующее удаление в составе «Амичей» парадоксальным образом сработало нам на руку. Михеев с Поккой убежали вдвоем против одного защитника и Финн открыл счет голом в ККЛ 2-1. Как вскоре выяснилось, это был не последний в этом периоде гол «Мейден Суоми». Незадолго до второго перерыва свою работу выполнило финское звено гостей. С передачей «Рохома» отличился Пустинин 2-2. Лишь в заключительной 20-минутке хозяева смогли дожать нефтехимик. Сначала Семенов успел на добивание и буквально вколотил шайбу в ворота, оформив дубль. 3-2. А за 8 с небольших минут до конца основного времени Шурокову удался точнейший выстрел в девятку. 4-2. После окончания встречи игроки нашей команды передали привета мячам вот таким вот баннерам. «Авангард» оформляет первую победу на арене «Балашиха» в присутствии 5 с лишним тысяч болельщиков. Спасибо огромное болельщикам. Мы не как будто дома играли. Атмосфера была вообще супер. Вообще, как ты считаешь, что самое основное нужно для болельщиков в «Балашихе» и для нас, чтобы каждый матч был по 5 тысяч? Нужны победы, это самое главное. Поэтому сейчас тем более хорошие соперники приезжают. Так что приходите, мы будем радовать вас. «Нефтехимик», как всегда, противопоставляет очень жесткую силовую игру, скоростную. И в третьем они даже при счете до 2 хотели, видно, что накатывать. Как удалось перебороть? «Терпели, играли просто. Все равно первые два периода такие были скомканные, скорее всего. И много ненужной работы делали, ошибались, на синей линии теряли. Но в третий период хорошо провели и дожали их просто». «Хороший соперник, тоже играет активно, быстро, в атакующий хоккей. В третьем периоде просто надо было переломить, показать характер, кто сильнее. И надо было выжать из себя все, забить гол, что мы и сделали. Потом второй, и уже до победы довести игру оставалось только». «Для тебя забить первую шайбу «Авангарда» на новой арене, в новом сезоне, на новой домашней арене, насколько значимо? «Честно, не особо значимо. Значимо то, что мы победили, это самое главное. А забил там я или еще кто-то, это команда забивает». «В среднем по 4 шайбы за игру кладем сейчас, да, не в среднем, а прям практически так и есть. Да, 4-5. С чем связывается высокая результативность? «Не знаю, наверное, активно играем в зоне нападения, много отбираем шайбы в средней зоне. Переход быстро в атаку и туда все нагружаем на ворота». «Можно сказать, что следующие соперники 12-го и 13-го, тем более два дня подряд, это будет очень серьезная для нас проверка?» «Да, конечно, хорошие соперники. Казань, «Магнитка» приезжают, тем более игры будут на следующий день, две подряд. И это хорошая проверка для нас. Надо сейчас готовиться, убрать эти четыре игры, то, что мы победили, и просто продолжить серию победную». В середине сезона 2015-2016 годов, несмотря на очень хорошую статистику и то, что контракт предусматривал четырехлетние отношения, хоккеиста авангарда Сергея Широкова обменяли в питерский СКА. Для русских болельщиков это стало тогда настоящим шоком, ведь Широков был для ястребов, как принято говорить в таких случаях, системообразующим игроком. Многие тогда с Гуричу говорили, что армейцы не вымогут забрать любого приглянувшегося им игрока из любого нестоличного клуба КХЛ. Широков продолжил свои бомбардирские подвиги и в составе СКА, и в свитере сборной России, став обладателем многих трофеев, среди которых как Кубок Гагарина, так и золото Олимпийских игр. И вот новая неожиданность для поклонников авангарда, но на сей раз с большим знаком плюс. Несмотря на то, что в минувшем сезоне Широков был одним из лучших бомбардиров СКА, питерский клуб, тем не менее, оказался заинтересован в его дальнейших услугах. И вот любимец, как Санкт-Петербурга, так и Омска, вновь примерил форму ястребов. Из первых же матчей стал наглядно доказывать, что руководство авангарда не зря рассчитывало на него, как на нового лидера омских атак. Сергей штампует голы с завидной регулярностью. Нам удалось пообщаться с Широковым буквально за несколько дней до старта чемпионата. Наша беседа состоялась в подтрибунном помещении ледовой арены Санкт-Петербурга. Здравствуй, Сергей. Добрый день. Уже пришла рабочая пора, но тем не менее, наверное, еще и живы воспоминания об отпуске. Как его провел, где, с кем? Все очень просто. Старался провести как можно больше времени с семьей, с детьми поиграть, отдохнуть немножко, набраться сил и с полными силами уже прийти на сборы. Уже сейчас об отпуске, наверное, сказать сложно, потому что уже сейчас голова настроена на работу, на тяжелый сезон, потому что он будет непростой для нас, мы это все понимаем. Еще наложилось то, что команда переезжает в Подмосковье, здесь в голове было немножко другое, приходится перестраиваться, но ничего. Раз оказались в таких условиях, значит, будем работать так. Большие физические нагрузки на предсезонке тебе сейчас, 32-летнему спортсмену, легче даются благодаря опыту или труднее, чем лет 10 назад? Да нет, адекватные нагрузки, мы работаем по наблюдению врачей, так что в хорошем состоянии, нагрузки новые, потому что новая система, новый тренер, и здесь все прошло хорошо, и сказать, что легче и сложнее, наверное, сейчас с возрастом все легче и легче, потому что знаешь, к чему готовиться, сам летом к этому готовишься. Очень много было разговоров в нынешнем сезоне по поводу перехода из Акбарса в авангард тренера по физподготовке Брэнда на бою. Что скажешь, у него действительно какая-то особенная методика подготовки игроков? Ну, у него свой вид, мы много времени уделяем на льду, много времени уделяем подготовке именно на льду, какие-то скоростно-силовые действия, нежели чем на земле. С ним работаем в зале, у них хорошая связь с главным тренером, я думаю, каждый понимает, где и что давать, какие нагрузки, так что сборы тяжелые, но они нам помогают, мы это видим, и надеюсь, к сезону будет легче и легче. Любой амбициозный спортсмен мечтает о трофеях, у тебя их целая коллекция, полный комплект медалей, чемпионата мира, включая две золотых, кубок Гагарина, олимпийское золото, о чем еще мечтать, какова мотивация? Аппетит приходит во время еды, сейчас новый сезон, новая команда, новые цели, новый вызов, в первую очередь для самого себя и для команды, потому что пришло амбициозное руководство, хороший тренерский штаб, и хочется доказать, что мы можем это сделать, и еще раз доказать самому себе, что могу приносить результат, и результат, который от нас требует, так что выигрывать это круто, от этого получаешь кайф, и всегда мало. Тот факт, что ты пожил, поработал в Северной Америке, знаешь язык, понимаешь менталитет североамериканский, облегчает твое общение с Бобом Хартли? Самое главное языковое барьер, я понимаю, я разговариваю с ним спокойно, понимаю его требования, понимаешь, что он говорит, и здесь ничего сложного нету, нужно выполнять то, что он требует, и все. Ты поработал с топовыми российскими тренерами, с Быковым, с Азнарком, насколько они в своей работе, в отношении к игрокам отличаются от того же Хартли? Ну, у каждого своя система, своя работа, я, наверное, счастливый в этом плане человек, что успел поработать с такими тренерами, которых вы назвали, они прекрасные все специалисты, и здесь, наверное, говорит что-то про них излишне. У Боба своя работа, он тоже выиграл много, много что выиграл, Кубок Стэнли, и швейцарский чемпионат, и еще много кубков и плов. Так что у него свой подход, своя работа, и мы будем идти к победному результату все вместе, все команды одной группой, потому что сейчас будет непросто, но мы будем стараться. Ты родом из Подмосковья. Для тебя лично, для твоей семьи, для Юли, для Артема, для Егора, наверное, даже лучше, что домашние игры «Авангард» будет играть в твоем родном Подмосковье, а не в далекой Сибири. Когда я подписывал контракт, мы дома приняли решение, что мы поедем в Омск, потому что мы там играли уже, и мы знакомы с городом, и уже были готовы переехать. Наверное, для нас тоже стало неожиданностью, что мы остаемся в Москве, и будем жить в Москве, играть в Подмосковье. Не скажу это ни хорошо, ни плохо, наверное, хорошо, что будем жить дома. С другой стороны, пришлось тоже голову перестраивать, потому что дети, сады, секции, уже все было, можно сказать, готово в Омске. Сейчас будет в Москве. Но ничего страшного, это наша работа, и в этой ситуации, наверное, жалко больше болельщиков, которые ходят на хоккей, которые лишены этого зрелища, которое будет. Но мы будем стараться радовать их нам вдалеке. Всех ждем на всех матчах, наверное, думаю, будет много народа. В Новосибирске, где-то в Астане, кто сможет, всех хочу пригласить, нам тяжело, без вас нам, вас будет не хватать. И если получится раздгазновать матч на открытом воздухе, то было бы здорово, ребята за все, потому что об этом уже говорили, и надеюсь, что это будет. Командам, за которые ты играл, приходилось уже сталкиваться с каким-то нехоккейным внешним давлением, вот тот же Пхенчхан, да, вспомнить, где нельзя было петь гимн своей страны, носить флаг России. Вот сейчас такая ситуация с домашними матчами «Авангарда». Это удар психологический по команде, или наоборот, это тот фактор, который еще более сплотит коллектив и даст какую-то дополнительную мотивацию? Это, наверное, в первую очередь был какой-то удар, потому что все сразу думают о переездах, перевести семью, снять квартиру, какие-то такие бытовые вопросы. Но когда они уходят, эта команда, наверное, делает сплочение, и отсюда мы еще становимся чуть сильнее, ближе друг к другу и ближе как группа людей, которые хочут добиться одной цели все вместе. Несмотря где это будет, либо в Омске, либо в Подмосковье, мы одно целое, мы хотим делать то, что от нас ждут, и ждут болельщики, и тренерский штаб, руководство, мы будем стараться. Большое спасибо тебе за интервью, мы рады, что ты вернулся в «Авангард», удачи в сезоне. Спасибо, спасибо. «Авангард» и «Экбарс» традиционно входят в число клубов-грантов, отечественного хоккея, поэтому любая их игра ожидается с большим нетерпением. Ну а дополнительно настраивать на действующих обладателей Кубка Гагарина никого не надо. Команды начали матч без раскачки, уже с первых минут они активно действовали в зоне атаки. В середине первого периода Иржи Секач доиграл момент и добил шайбу в ворота Игоря Бабкова. В конце игрового отрезка Максиму Чудинову удался дальний бросок и на табло восстановилась равенство. В третьем периоде у Амичей был шанс при игре 5 на 3, однако извлечь выгоды из этого они не смогли. Хотя Денис Зернов и забросил шайбу, но сделал это рукой. Серия после матчевых бросков затянулась, все решилось в восьмой серии. Амичи победили с общим счетом 4-3, а решающий булит реализовал Сергей Широков. Команда Боба Хартли одерживает пятую победу подряд. Обе команды хорошо себя показали и по игре, и по атмосфере на трибунах этот матч сопоставим с играми плей-офф. Очень много болельщиков было из Омска, из Москвы, наши новые поклонники из Балашихи. Всем огромное спасибо. Атмосфера была просто невероятная. У обеих команд были равные шансы. Обе здорово смотрелись в меньшинстве. У нас, конечно, была масса моментов и в большинстве, но, к сожалению, нам не удалось их реализовать. Тем не менее, я рад. У нас пять побед подряд. Завтра еще одна очень важная игра. Хочу сказать, что я очень горжусь нашими ребятами. Большое спасибо за эту преданность делу, которую они сегодня продемонстрировали. Теперь «Авангард» ждет новое серьезное испытание. Команде «Боба Хартли» за два дня предстоит сыграть против двух очень сильных соперников. «Акбар» сповержен на очереди «Магнитогорский металлург». Остались ли у ястребов силы на второй бой подряд? Узнаем уже сегодня. Не лишним будет напомнить, что в последний раз «Авангард» побеждал «Магнитогорск» на домашнем льду аж в ноябре 2012 года. Мы желаем нашей команде удачи. До встречи в эфире 12 канала через неделю. Будьте в «Авангард»!